В эфире телеканала Первой Карагандинской новости в студии Вульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Выпускники школ больше не будут сдавать единое национальное тестирование. 12 класса в школах не будет. В областном Акимате обсудили реформу школьного образования. Почти 10 миллиардов тенге. На такую сумму легализовано имущество в Карагандинской области. До окончания акции осталось совсем немного времени. Это важно знать. Как предостеречь себя от деструктивных религиозных культов и не дать вовлечь себя в противозаконную деятельность? Активная молодежь Караганды провела специальную акцию. Обо всем более подробно. 12 класса в школах не будет. Схема 12-летнего образования будет введена по принципу 0 плюс 11 классов. Переход на трехязычное образование начнется с 2019 года по мере готовности учащихся. Кроме того, выпускники не будут сдавать ЕНТ в прежнем виде. Об этом и других новшествах рассказал руководитель управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов на совещании в областном Акимате. С переходом на 12-летнее образование обучение будет начинаться с 6-летнего возраста. В нулевую класс, как и сейчас, будут приниматься 5-6-летние дети. Они будут обучаться в школе 12 лет. Однако самого понятия 12 класс не будет. За это время дети получат знания по обновленной программе. С 1 сентября на новую форму обучения перешли более 22 тысяч первоклассников. В 2017 году 2, 5, 7 классы. В 2018 году 3, 6, 8, 10 классы. В 2019 году 4, 9, 11 классы. И будет осуществлен такой плавный поэтапный переход. Вместе с тем чиновники отметили, что в области не хватает новых учебников. 1 сентября их закупили только первоклассникам. Было выделено 395 миллионов тенге. На следующий год учебники нужны 2, 5, 7 и 9 классам. Однако на это пока денег нет. Также руководитель ведомства рассказал, что переход школьников на трехязычное образование начнется с 2019 года. Первопроходцами станут 10 и 11 классы. Они будут изучать биологию, физику, химию, информатику на английском языке. Руководители управления образования достаточно подробно было доложено по всем направлениям, которые связаны с переходом на 12-летнее образование. Поэтому просьба по всем этим направлениям у себя работу проводить и своевременно информировать. Если будут какие-то вопросы, их своевременно ставить для того, чтобы мы подключались к их решению. Также на совещании рассказали об изменениях в ЕНТ. Специфика выпускных экзаменов будет изменена. Планируется переход на новый формат итоговой аттестации выпускников и приема абитуриентов в высшие учебные заведения. С 2017 года ученики 11 классов будут проходить итоговую аттестацию в школах. Предусмотрены разные формы сдачи экзамена – устная, письменная и тестирование. На экзамене по иностранным языкам планируется проверка навыков чтения и аудирования. ЕНТ будут сдавать абитуриенты при поступлении в ВУЗы. Оно будет состоять из двух блоков. Айя Мамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде с визитом побывала делегация Королевства Дания. В числе гостей – представители посольства, Датского совета по теплоснабжению, а также менеджеры энергосберегающих компаний. Они хотят наладить отношения между двумя странами для инвестирования в сферу коммунального хозяйства. Делегаты предлагают инновационные технологии по сокращению потерь тепловой и электрической энергии. Датские компании предлагают карагандинцам свой передовой опыт. Известно, что после энергетического кризиса 70-х годов эта отрасль в Королевстве получила динамичное развитие. Сегодня Дания является одной из передовых стран в вопросах энергосбережения и использования альтернативной энергии. Я очень надеюсь, что это не просто встреча, но она приведет нас к сотрудничеству. Одна из моих целей, когда я смотрю на развитие отношений между Казахстаном и Данией, это развитие экономики и бизнеса. В этот раз мы здесь с делегацией под эгидой Датского совета по теплоснабжению. Мы хотим сфокусироваться именно на этой тематике. Надеемся на дискуссии, обмен мнениями с местными экспертами. С гостями встретился заместитель Акима области Андрей Липунов. Чиновник отметил, что наш регион испытывает непрерывный спрос на энергоресурсы. Теплоэлектроэнергетический комплекс требует постоянного надлежащего содержания и периодической модернизации. А это значит, что без инвесторов не обойтись. Первыми из угольного региона заключить контракты с компанией «Вестас» решили специалисты ТО «Шанрах-21». Сейчас они реализуют проект строительства ветряной электростанции в Каркалинском районе. Мы знаем, что себестоимость вся эта технология является дорогой вещью. У нас имеются сети, которые изношены, в некоторых сетях составляют около 50% по некоторым регионам. Поэтому мы хотим, чтобы в будущем, когда при замене данных сетей тепловых, электрических, водопроводных, именно используют передовую вещь, чтобы увеличить эксплуатационный срок данных сетей. Делегация работала в Караганде два дня. За это время представители Королевства Дания посетили ряд предприятий сферы энергетики и ЖКХ. Предполагается заключение контрактов с рядом карагандинских компаний. Айям Амрина Жаксулак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Почти 10 миллиардов тенге – такова сумма легализованного имущества в Карагандинской области. 1 ноября первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсюбаев провел селекторное совещание по проведению акций по легализации имущества и денег. По Карагандинской области при Акиматах городов и районов созданы и работают 18 комиссий по легализации имущества и 21 пункт по приему заявлений. На сегодняшний день комиссиями при Акиматах удовлетворено 608 заявлений на сумму легализованного имущества 9,9 миллиардов тенге. По 608 заявлениям легализовано 664 объекта. Из них 85 жилых объектов на сумму 1,1 миллиард тенге, 579 нежилых объектов на сумму 8,8 миллиардов тенге. Наибольшее количество легализованных объектов по городу Караганде – 246 объектов на сумму 5,5 миллиардов тенге. Позже на Аркинскому району 127 объектов на сумму 110,7 миллиардов тенге. По городу Жизк-Казган – 63 объекта на сумму 373,1 миллиард тенге. И Тимиртау – 45 объектов на сумму 472,8 миллиардов тенге. Органами государственных доходов по Карагандинской области также принято 328 специальных деклараций на сумму 52,3 миллиардов тенге. Первый заместитель Акимобласти Ассалбек Дусибаев отметил, что акция по легализации завершается 31 декабря. Однако документы принимаются до 30 ноября. В связи с этим нам необходимо провести определенную работу для того, чтобы граждане могли вовремя сдать документы, подготовить и сдать документы, чтобы потом не возникло вопросов, почему акция у нас до 31 декабря, получается, текущего года, а прием документов у нас идет до 30 ноября. Не все это знают, поэтому надо провести разъяснительную работу и всем довести до сведения, что акция до 31 декабря, но прием документов, получается, у нас, это очень важно, до 30 ноября. То есть в текущем месяце заканчивается прием документов. Первый заместитель Акимобласти также отметил, что итоги прошлой легализации показывают, большинство граждан решаются принять участие в акции в последние дни, так что ожидается большой наплыв желающих легализовать свое имущество. По итогам совещания были даны соответствующие поручения по активизации информационно-разъяснительной работы среди населения области, ввести особый контроль за работой комиссии по легализации и не допускать нарушений установленных сроков рассмотрения заявления граждан. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Как предостеречь себя и своих близких от попадания под воздействие деструктивных религиозных культов? Управление по делам религии области совместно со студентами провели очередную акцию. Это важно знать. Акция проводится в целях информирования жителей города об опасности попадания под влияние экстремистских и террористических организаций, чья деятельность запрещена законом и более того противоречит положению мировых и традиционных религий в их исконном классическом понимании. Целью данной акции является охватить информационно-разъяснительные работы именно те слои населения, которые не имеют возможности на сегодняшний день просматривать средства массовой информации, интернет и телевидение. Мы сами совместно со студентами города, с активной молодежью, приходим на рынки, заходим в каждый ряд и раздаем необходимую информацию. Представители управления по делам религии разъяснили жителям и гостям города нормы законодательства в сфере религии. В ходе акции студенты раздавали буклеты с информацией о том, как предостеречь себя и своих близких от воздействия деструктивных религиозных культов. Сегодня мы раздавали листовки, нас 20 человек. В общем, мы проинформировали около 2000 жителей нашего города. Основной задачей акции является создание иммунитета у населения против идеи религиозного экстремизма, укрепление межконфессионального согласия и стабильности в казахстанском обществе. Подобные акции будут проходить в течение всего года во всех торговых домах города. Лариса Хусынова, Жасулан Уклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Учитель физкультуры и электромеханик стали депутатами Маслихата. 30 октября состоялись выборы вместо бывших депутатов. Избранниками стали не только руководители предприятий и госучреждений, но и представители обычных профессий. Средняя конкурентность по области составила три кандидата на один депутатский мандат. Общая численность избирателей 69 тысяч человек. В Карагандинской области 30 октября состоялись выборы депутатов Маслихатов вместо выбывших. Необходимость определения новых депутатов возникла в избирательном округе номер 9 Карагандинского областного Маслихата, номер 9, 24, 28 и 30 Карагандинского городского Маслихата, номер 10 Каражалского городского Маслихата и номер 8 Актугайского районного Маслихата. В областной Маслихат победил Жамиев Даняр Кунжолович, это по 9 железнодорожному округу, в городской Маслихат по 9 избирательному округу Исай Даняр Баужанович победил, по 24 избирательному округу Батько Сергей Николаевич, по 28 избирательному округу Аспанов Самат Кавдегалиевич и Кенжин Булат Маулетович по 30 избирательному округу. Это что касается Караганды. Но у нас в этот день были выборы еще, как я говорила выше, в Каражалском городском Маслихате, в Каражалский городской Маслихат и в Актугайский районный Маслихат. В Каражалском городской Маслихат прошел Муздебаев Рымгалий Хасенович и в Актугайский Езжанов Жумагалий Калкинович. В Каражалском городском Маслихате победил Рымгалий Муздебаев, учитель физкультуры, и Жумагалий Езжанов, старший электромеханик. По итогам голосования избрано 7 депутатов Маслихатов, все избранники члены партии Нуратан. В избирательной комиссии отметили, что в ходе подготовки к выборам некоторые кандидаты были исключены из списков. Один подал заявление по собственному желанию, другого кандидата сняли по результатам камеральной проверки. Он предоставил недостоверные сведения в декларации, однако взнос в размере 113 тысяч тенге ему не вернут. Асиль Сазамбаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Роль средств массовой информации и деятелей культуры в формировании антикоррупционной культуры в обществе. Мероприятие с таким названием провели в областном управлении культуры. В дискуссии приняли участие представители средств массовой информации, работники музеев, библиотек и театров. Формирование антикоррупционной культуры в казахстанском обществе – важнейшая задача всех государственных органов. И здесь не обойтись без средств массовой информации и учреждений культуры. В каждой библиотеке предлагается создать уголок с антикоррупционной информацией, а местным театрам создавать постановки на эту тему. То есть мы будем предлагать различные формы взаимодействия, в различные формы сотрудничества для того, чтобы идти к нашей главной цели – к формированию антикоррупционной культуры в обществе. То есть это может быть путем открытия различных уголков в библиотеках, путем издания публикаций книг, издания каких-то постановок в театрах на антикоррупционную тематику, чтобы показать всем, что коррупция является главным врагом нашего общества. Участники диалоговой площадки активно обсуждали различные мероприятия. В частности, руководитель Карагандинского театра музыкальной комедии посетовал на законодательство, которое касается государственных закупок. По его мнению, оно несовершенно. Участникам диалоговой площадки предложено присоединиться к открытому соглашению о сотрудничестве по вопросам формирования антикоррупционной культуры в обществе. Организаторы отметили, что уже сотни тысяч работников музеев, библиотек и театров по всей стране уже подписали акт о присоединении к соглашению. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Всемирный день сбережений отметили в Жилстройсбербанке. Поздравить сотрудников пришли партнеры и клиенты. С 31 октября по 4 ноября для вкладчиков проводят различные акции и розыгрыши призов. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. Еще в 2006 году Таутанжа Легбасова пришла в молодой Жилстройсбербанк. Старое здание, где работали несколько сотрудников. С большими сомнениями и отчасти с недоверием все-таки открыла депозит. В 2009 году женщина уже получила первую квартиру, а в 2013 еще одну – трехкомнатную. В прошлом году Таутанжа Легбасовна открыла еще один счет для своего внука. Я открывала детям своим. Мои дети тоже получили квартиру. Именно двое, трое детей получили у меня уже квартиру в этом. Сейчас открыла я в остальном счете с сыном. В Алма-Ате для дочки. И вы знаете, не только после меня стали приходить мои коллеги. Для клиентов, открывших вклад с 31 октября по 4 ноября текущего года, ждет гарантированный подарок. Также новоиспеченные вкладчики смогут принять участие в розыгрыше ценных призов. Он пройдет во всех головных офисах филиалов банка 5 ноября в 12 часов. Дополнительно к основному розыгрышу банк объявляет о начале фотоконкурса в режиме онлайн. Пользователи социальных сетей, получившие наибольшее количество лайков за свои фотографии с хэштегом «Деньжилстройсбербанка» будут награждены ценными подарками. Фотографии для участия в конкурсе необходимо сделать в отделениях банка в дни проведения акции. Банк разыгрывает в течение этой недели главный приз – это стиральная машина. За второе место мы будем вручать планшет, за третье место – электронную книгу. Поэтому всех жителей города, а также гостей города приглашаем в отделение нашего банка по адресам город Караканда, Ермекова, 54, а в городе Тимиртау – адрес Республики 8. Всемирный день сбережения берет свое начало с 1924 года, когда представители банков из 29 стран собрались в Милане на первый международный конгресс сберегательных банков. Этот праздник отмечают в Германии, Австрии, Корее, Греции, Украине, Кыргызстане, России и многих других странах. Главными задачами проведения дня сбережения является повышение уровня финансовой грамотности населения и разъяснение значения сбережений. Также в этот день для клиентов проводят специальные консультации и дарят подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова